Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Об итогах форума и новых открытиях сегодня поговорим с ведущим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга Сергеем Поповым. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, на самом ли деле возможности спектр РГ настолько безграничны, как говорили об этом на конференции? Стоит ли нам ожидать сенсационных открытий? Когда? Действительно, спутник может получиться очень удачным. На нем должно стоять два рентгеновских телескопа. Это немецкий телескоп Эрозита и российский телескоп ART-XC. Спутник будет делать обзор всего неба. Сейчас планируется, что первые четыре года будет делаться именно сплошной обзор. Это восемь раз будет покрыто все небо. Затем в течение нескольких лет спутник будет наводиться на наиболее интересные области и их исследовать уже более детально. Но пока основные научные задачи программы, которые дадут гарантированно очень важный и интересный результат, связываются именно с обзором всего неба с помощью телескопа Эрозита. Основные задачи это, в первую очередь, наблюдение скоплений галактик. Сейчас именно они стали ключевым инструментом в изучении эволюции Вселенной. И впервые удастся отнаблюдать с помощью одного прибора огромное количество этих скоплений, скажем, примерно 100 тысяч штук. И это позволит узнать, как развивалась структура, как эволюционировала наша Вселенная. Но ведь существует целый ряд телескопических систем, отдельных телескопов, которые уже доказали свою эффективность. Допустим, взять Хаббл или СДСС, который только что представил новую версию самого крупного в истории обзора трехмерной структуры Вселенной. Все ведущие обсерватории готовы делиться своими результатами наблюдений. Зачем нам изобретать велосипед? Зачем нам нужны такие дорогостоящие проекты, как Спектр, РГ или Радиоастрон? На самом деле, для решения задач нужны наиболее подходящие инструменты. И вот такой рентгеновский обзор всего неба на уровне, который ранее никогда не достигался, это очень важная штука. И для как раз изучения скоплений галактик, это очень эффективная вещь, скопления галактик, они содержат горячий газ, он излучает как раз рентгеновские лучи. И такой вот большой обзор сможет все их увидеть. Дальше отдельные скопления или группы можно изучать другими инструментами, но такой обзор позволил бы очень серьезно продвинуться в изучении космологии. И здесь как раз существенно понимать, что ложка хороша к обеду. И сейчас спутник Спектр РГ вместе с телескопом Морозита могут дать действительно важные результаты. Если же еще потянуть несколько лет, то вы совершенно правы, с помощью других инструментов, других телескопов можно будет получить то же самое. Ну и таким образом российские ученые упустят приоритет. Но ведь этот проект задумывался еще в 80-х годах академиком Рашидом Сюняевым. Вот как вы считаете, почему затягивался этот проект? Прошло ведь 25 лет и как это может сказаться на развитии российской науки? Разумеется, тот проект, который сейчас планируется к запуску, совсем уже не похож на то, что придумалось в 80-е годы. Все телескопы на нем уже неоднократно заменялись. Это даже не второй проект текущий. Первые проблемы были связаны, естественно, с финансированием в основном нашей космической отрасли и фундаментальной науки. Но вот сейчас проблемы, как кажется, такие преодолены. К сожалению, проект тем не менее все равно затягивается. Такое ощущение, что это уже происходит из-за производителей, у которых, наверное, есть свои важные задачи. Но вот здесь важно понимать, что научный прибор делается для решения научных задач. И даже если он потом прекрасно полетит, будет прекрасно работать, но основные задачи, самые вот сливки будут сняты, важные задачи решены, то это, конечно, очень плохо для развития российской науки. Поэтому сейчас назначенная дата 2014 год, она, на мой взгляд, уже такая предельная. Потому что на конференции, которая прошла в Казани, были представители самых разных исследовательских групп, в том числе и наблюдатели из разных стран, работающих на разных инструментах. И видно, что где-то 2014-2015 год это ввод в строй новых аппаратов, новых приборов на уже работающих экспериментах. И если в 2014 году спутник не запустить, то тогда мы серьезно столкнемся с тем, что самые интересные данные, касающиеся в первую очередь скопления галактик, будут уже получены. И тогда прибор будет работать, будет давать какие-то результаты, но они будут не самые супер-супер интересные. И вот этого, конечно, хотелось бы избежать и доделать спутник, чтобы он был хорошо запущен и хорошо начал работать в 2014 году. Вселенная открыта для общения. Ее излучение несет полезную информацию для всего человечества. А космические телескопы словно переводчики сложного языка галактики. Радиоастрон уже составляет свой первый орбитальный словарь. Вскоре ему в помощь отправятся другие спектры – рентген-гамма и ультрафиолет. Сегодня мы мечтаем о том времени, когда мы будем знать о окружающей нашей Вселенной практически все. Проект, который сейчас мы готовим вместе с Роскосмосом, это проект называется «Спектр рентген-гамма». Вот на этом спутнике будут стоять уникальные приборы, которые смогут, например, увидеть все скопления галактики и Вселенной. Просто вот все до последнего. Радио, рентген-гамма, ультрафиолет. В названиях телескопов их главная функция – видеть и принимать излучение космических тел, каждый в своем диапазоне. Заглядывать в дальний космос необходимо, чтобы лучше понять самих себя. Оказывается, люди во многом похожи на звезды. Астрофизика дала четкое понимание, что все мы с вами дети галактики, или лучше сказать звезд. Все тяжелые химические элементы, тяжелее гелия и водорода, из которых мы с вами состоим, тот же самый кислород, кальций и так далее, все это рождено в звездах. В ультрафиолетовом диапазоне давно работает американский оптический телескоп Хаббл. Однако он уже не справляется с нагрузкой. Количество научных заявок по исследованию дальнего космоса в 10 раз превышает возможности телескопа. В 2015 году спектр УЭФ отправится на орбиту и возьмет на себя ряд научных задач – ультрафиолетовых исследований. Этот телескоп делается под руководством и при, скажем так, основном вкладе со стороны России. Поэтому для российского научного сообщества, научно-технического сообщества, этот телескоп будет гораздо более доступен, чем телескоп Хаббла. Это фактически национальный проект. Все три проекта строятся на единой базовой платформе. Это платформа-навигатор, которая адаптируется, конечно, в каждом конкретном случае под свою полезную нагрузку. И пока расстояние до звезд исключает возможность путешествия, человечеству не обойтись без космических телескопов. Их пристальный взгляд поможет ответить на вечный вопрос – как появилась Земля и человек на Земле. Ну а пока, к сожалению, космические сенсации поставляют иные рентгеновские телескопы. Вот, например, с помощью аппарата Чандра впервые удалось обнаружить у обыкновенного радиопульсара рентгеновские линии поглощения. Некоторые ученые называют это открытием года. Нет ли в этом преувеличения? Что это нам даст? Какие перспективы открытия? Открытие действительно довольно интересное. Может быть, я не сказал бы, что это прямо открытие года, но это такой очень хороший результат. Спектральные линии всегда были очень важны в астрономии. Помните, когда-то люди говорили, что мы никогда не узнаем химический состав звезд. И буквально через несколько лет, десятилетий были обнаружены линии в спектрах звезд. И мы узнали, из чего они состоят. Точно так же спектральные линии у нейтронных звезд могут, в зависимости от того, где они возникают, позволить или узнать состав их атмосфер, что чрезвычайно интересно, или больше рассказать об их красивых таких больших магнитосферах. Ну и кроме того, наблюдения спектральных линий могут помочь определить параметры нейтронных звезд, массу, радиусы. И это очень важно для того, чтобы понять, как устроено вещество в их недрах. Вот это конкретное открытие, которое в первую очередь принадлежит Олегу Каргальцеву, Георгию Павлову и их авторам. Оно важно. До этого спектральные линии у нейтронных звезд наблюдали. Это были менее обычные нейтронные звезды. Например, такие, как великолепная семерка. Это вот семь близких остывающих нейтронных звезд. У них есть спектральные линии. Мы пока не можем точно сказать, почему они возникают. Наблюдались линии у других нейтронных звезд, но никогда у самых многочисленных среди известных, у обычных радиопульсаров. Отчасти это связано с тем, что это технически довольно сложно сделать. У пульсаров очень мощное, может быть, не тепловое излучение, связанное как раз с их магнитосферами, с их быстрым вращением. Но вот впервые им удалось определить эти линии. Теперь остается убедиться в том, что верна та физическая интерпретация, которая сейчас кажется стандартной. Что эти линии связаны с поведением частиц в сильном магнитном поле, в магнитосферах этих звезд. И тогда, да, это интересный результат. Насколько все-таки важно изучать пульсары? Можно знания о них как-то приземлить? Можно, конечно. Если мы изучаем любую физику, любые физические теории, мы хотим построить модель, которая будет приложима в самых разных условиях. Вот мы занимаемся какой-нибудь электродинамикой. Вполне такая приземленная наука. Народно-хозяйственным значением, как принято говорить. Но нам важно убедиться, что наша электродинамика правильно описывает и очень сильные магнитные поля. И тогда нам нужно где-то наблюдать эффекты в сильном магнитном поле. На Земле мы не можем создавать очень большие магнитные поля. А в природе они прямо существуют. Существуют на нейтронных звездах. И изучая поведение нейтронных звезд, мы можем проверять наши теории электродинамики и таким образом понимать, правильно ли мы представляем себе устройство природы или нет. Другой пример это, наоборот, ядерная физика. Нам интересно, как ведет себя вещество при высокой плотности. Самая высокая плотность у холодного вещества, которую мы можем получить, это плотность атомного ядра. Если мы хотим большую плотность, нам нужно разгонять ядра, сталкивать, тогда мы получаем очень горячее вещество. А плотное холодное вещество существует только в недрах нейтронных звезд. Там плотность может раз в 10 превосходить ядерную. Происходят всякие интересные превращения. Обычные наши протоны-нейтроны, которые тут есть, они превращаются в другие частицы. Может быть, там образуется такая удивительная вещь, как кварковое вещество или странное вещество, иногда говорят. И чтобы определить, происходит это или нет, нам нужно делать такие, казалось бы, простые вещи, как измерять массы нейтронных звезд, радиусы, температуры, как они меняются со временем, эти температуры. И тогда мы получаем ответы на очень фундаментальные вопросы о строении вещества, которые в лабораториях мы иначе проверить не можем. Может быть, самые интересные все-таки открытия в этом году приходили, как бывают уже последние годы, от исследователей экзопланет или от исследователей внегалактических объектов, тех же самых скоплений галактик, например. На самом деле, самое интересное – это поиск внеземной жизни. А что вообще, как сейчас обстоят дела с планетами, похожими на Землю? С планетами дела обстоят все лучше и лучше. Есть, наверное, три с половиной такие важные задачи. Первое – это узнать все-таки разнообразие типов планет и планетных систем. Потому что что было самым неожиданным, когда открыли экзопланеты? Все, в принципе, знали, что они есть. Джордан Бруно думал, что они есть. Но оказалось, что планетные системы и другие могут быть очень не похожи на нашу. Потому что первые открытые экзопланеты – это так называемые горячие Юпитера. Большие планеты, которые очень близко сидят к своим звездам. И сейчас рекорд в самый короткий орбитальный период – это где-то 18 часов. То есть меньше, чем за сутки планета делает полный оборот вокруг звезды. Такие планеты не рассчитывали обнаружить, ни в каких теориях они не возникали. Вторая задача – это получить довольно однородные выборки. Потому что в астрономии очень часто мы видим или самые яркие объекты, или видим там, где проще наблюдать. Мы ищем под фонарем всегда. А важно понять все-таки, как устроено все распределение. И тогда уже можно с большей легкостью строить какие-то теории, это описывающие. Ну и, наконец, третья задача, она так немножко на две делится. Это понять, как все это происходит. То есть А – как образуются планетные системы. Б – как устроены отдельные планеты. Потому что иногда открываются, опять-таки, планеты, которых у нас в Солнечной системе нет. И у нас нет хороших теорий, хороших моделей для их описания. Например, есть гигантские планеты с очень высокой средней плотностью. Мы вот привыкли, у нас средняя плотность больших планет маленькая. У Сатурна она меньше 1 грамма в кубическом сантиметре. То есть меньше, чем у воды средняя плотность. А есть гигантские планеты, у которых плотность в 10 раз выше. Это очень необычно. Но вот хочется все это решать. И вот на всех фронтах, так сказать, в этом году были новые данные. Спутник Кеплер выдал новую порцию. Порция – это примерно 2300 кандидатов в экзопланеты. Не все из них будут подтверждены, наверное. Но опять-таки свежие исследования показывают, что процентов под 90 этих кандидатов – это настоящие экзопланеты. Сколько же всего экзопланеты открыты уже? Сейчас надежно открыто более 800. И это число, можно не полениться, так на протяжении недели строить график, заглядывать в Википедию и смотреть, как увеличивается это число. Там 834, 36, 37. Так что количество растет, с этим все хорошо. И действительно становится более однородной выборка, потому что, понаблюдав там несколько месяцев и выложив первые данные, спутник Кеплер не мог открывать планеты с длинным орбитальным периодом. Просто нужно несколько раз увидеть, как планета пройдет перед звездой. И если у нее период год, за полгода вы в лучшем случае один раз увидите такое событие. Сейчас открывают планеты с большими периодами и начали открывать планеты размером как Земля и меньше. В самом конце прошлого года было объявлено о первых таких открытиях. И сейчас есть 6 планет, про которые мы думаем, что они каменные. То есть они все чуть больше, чем Земля, но незначительно. Поэтому они не могут быть газовыми гигантами или планетами, как Нептун. И они находятся в так называемых зонах обитаемости. Это область, которая, конечно, ничего не гарантирует. Но там, в принципе, если на планете есть нормальная атмосфера, там может быть жидкая вода. Это очень интересно. Как далеко они от Земли? Они по галактическим меркам недалеко. Это связано отчасти с тем, что мы сейчас можем изучать только близкие экзопланеты, только планету достаточно близких от звезд. Ну вот одна из этой шестерки, а до нее расстояние 20 световых лет. Сегодня экзопланеты и планеты вне Солнечной системы открывают почти каждый месяц. Первую экзопланету нашли в 1988 году в созвездии Цефея. У нее два Солнца. Звезда, вокруг которой она обращается, двойная. Основной метод поиска — спектрометрический. Планета, обращаясь вокруг светила, как бы раскачивает его, и мы можем наблюдать смещение спектра звезды. Многие планеты открыты благодаря транзитному методу. Сами по себе методы, которыми находятся другие планеты, планеты у других звезд, они чрезвычайно сложны, чрезвычайно тонкие. И на самом деле они дают очень мало ответов. Скорее всего, ответы есть или нет. Открытие первых внесолнечных планет — одно из крупнейших научных достижений прошлого столетия. Сегодня это не только поиск братьев по разуму, но и отдельный раздел современной астрономии. Поиски экзопланет позволят построить периодическую таблицу планетных систем и классифицировать их по особенностям орбит. Мы наконец-то поймем, насколько уникальна наша Солнечная система и какие процессы привели к формированию планет. Ни одна из систем у других звезд не похожа на Солнечная. Сейчас многие ученые считают, что вообще были какие-то совершенно необычные условия при возникновении нашей Солнечной системы, которые ее сделали такой, как она есть. Ученые выяснили, у третьих всех звезд с температурой, как у Солнца, должна быть как минимум одна планета земного типа. Кандидаты на жизнь сотни найденных планет. Только в нашей галактике «Млечный путь» количество экзопланет оценивают в 50 миллиардов, из которых обитаемыми могут быть 2 миллиарда. Ученые-оптимисты утверждают, обитаемую планету найдут раньше, чем человечество отправится к Марсу. Ждать недолго. Дата эпохальной находки спланирована на середину 21 века. Скажите, а еще какими открытиями запомнится этот год? Ну вот следующий большой кусок — это, наверное, космология и скопление галактик. Мы знаем, что во Вселенной темной материи больше, чем обычного вещества. Вселенная состоит непонятно из чего. И есть картина эволюции Вселенной, которую, мы надеемся, лучше понять, когда полетит спектр рентген-гамма. И возникает такая ячеистая сетчатая структура из волокон, которая в основном состоит из темного вещества. Волокна пересекаются, и в местах пересечения возникает скопление галактик. Это говорит нам теория. Но наблюдением это до конца как бы не подтверждалось. Вот в этом году впервые удалось между двумя скоплениями галактик найти волокно из темного вещества. Темную материю мы пока можем обнаруживать только по ее гравитационному действию. Я надеюсь, что годы через 2-3 буквально в лабораториях смогут поймать частицы темной материи. Но пока это так. И люди наблюдали эффект гравитационного линзирования. Если у нас есть какая-то масса, здесь у нас наблюдатель, распространяется свет, и он отклоняется гравитационным полем от этого объекта. Даже если он темный, даже если он ничего не излучает. И таким образом удалось показать, что между двумя скоплениями галактик есть волокно из чего-то темного, но очень тяжелого. И нет больших сомнений в том, что это волокно темного вещества. Это действительно очень интересно. Это первый темный элемент этой сетки, такой ячеистой структуры Вселенной. Ученые подтвердили, Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением. Причина — темная энергия. Хотя вместо слова «темная» точнее было бы сказать «невидимая». Она пока недоступна для наблюдений. Расширяться Вселенная начала по меркам ученых недавно, 7 миллиардов лет назад. Астрофизики уверены, что темная энергия заполняет почти всю Вселенную. Мы уже знаем, как устроен наш мир. Примерно 4% занимают балеоны, 25% плотность — это темная материя. Остальное приписывается темной энергии. Раскрыв природу темной энергии, ученые сумеют кардинально изменить видение мира, даже доказать существование пятого измерения. Сегодня считается, что существует четыре измерения — три пространственных и одно временное. Обнаружить еще одно пространственное измерение — очень важно для фундаментальной науки. Если мы посмотрим в обычный оптический телескоп, едва ли что-то разглядим только в рентгеновском диапазоне. В масштабах Вселенной ученые обнаружили то, что действует как антигравитация. Антигравитация — это состояние внутри темной энергии со своей силой отталкивания. Если бы мы, например, подбросили вверх яблоко, оно вместо того, чтобы начать падать вниз, полетело бы вверх, и не просто вверх, а со всего более ускоряющейся скоростью. Закончен первый этап исследования Вселенной. В необходимой степени изучены 86 самых массивных скоплений галактик. Все они на разном расстоянии от Млечного Пути, где находится наша планета. Некоторые галактики на расстоянии в миллиарды световых лет. Может так статься, что не все можно повторить на ускорителях, то, что на самом деле делала природа в естественных условиях на ранней стадии своего развития. Следующий шаг — это изучение не десятков, а сотен и тысяч космических объектов. Для этого необходимо мощное рентгеновское оборудование. Ученые России и Германии сейчас работают над созданием проекта «Спектр рентген-гамма». Он станет самой совершенной космической обсерваторией в ближайшем десятилетии. Опять-таки, впервые в этом году удалось увидеть такое красивое явление. В больших скоплениях галактик газ может, остывая, течь к центру. Это очень важно было показать для того, чтобы подтвердить нашу теорию, нашу модель, наше понимание образования и эволюции скоплений галактик. И само по себе это интересно, потому что газ не просто так течет в центр. В центре есть галактика, и попадая в нее, он приводит к очень мощному звездообразованию. Вот в этой галактике центральной звезды образуются с темпом примерно тысячи солнечных масс в год, чуть поменьше. Для сравнения, у нас в галактике темп звездообразования где-нибудь три массы Солнца в год. И это очень красивое такое явление, опять-таки, очень важное для космологии. И, наконец, было обнаружено очень далекое прото скопление галактик. Прото, потому что скопление галактик образуется постепенно, вещество гравитации связывается, скопление как бы уплотняется, но и в какой-то момент доходит до стадии, когда мы это называем скоплением. Ну вот увидели очень далекое скопление галактик на красном смещении шестерка. Это соответствует самым далеким галактикам, которые мы сейчас знаем. Скажите, а вообще какие основные тенденции в развитии астрофизики? Какие проблемы сейчас стоят перед исследователями космоса? Сейчас, прямо вот проблема сегодняшнего дня, в основном, все-таки связана с экзопланетами и космологией. Задание на завтра, наверное, это самые первые звезды и галактики, поскольку вводятся в строй новые инструменты. Их создание заканчивается, они войдут в строй в ближайшие несколько лет, которые позволят увидеть эти самые первые звезды первой галактики. Ну и есть постоянно такие важные проблемы, связанные с теми же нейтронными звездами, с вот этим поведением вещества в экстремальных условиях. Мы надеемся, что будут зарегистрированы гравитационные волны. Это очень важно, поскольку, скорее всего, они будут связаны именно со слиянием черных дыр, и, видимо, это будет самым прямым доказательством в течение долгого времени существования черных дыр. Поскольку мы не просто увидим вещество вокруг, не зная достоверно, что же находится внутри, а увидим прямо, как черная дыра взаимодействует с черной дырой. Входящие в строй новые инструменты должны позволить в ближайшем будущем отдельные экзопланеты изучать уже в больших деталях и в идеале получать спектры атмосфер уже небольших экзопланет. Сейчас это возможно для некоторых горячих Юпитеров, а вот для планет размером с Землю это станет возможно с появлением новых инструментов. Второе — это увеличение способности регистрирующей аппаратуры. То есть можно поставить телескоп, а потом на нем каждые несколько лет менять камеры, спектрографы, еще что-то. И это позволит инструменту работать на совершенно новом уровне. Скажем, вот наш шестиметровый телескоп на Кавказе, он существенно продвигается благодаря тому, что люди создают новую аппаратуру. Вот вы говорите на Кавказе, а какие-то, может быть, новые обсерватории у нас будут открываться? Ведь Кавказ — это единственное, по-моему, что у нас осталось, последнее на сегодняшний момент. И да, и нет. Из крупных инструментов — да, это единственный крупный инструмент. Мелкие инструменты будут появляться. Вот ГАИШ достраивает, и следующим летом он уже должен заработать в полную силу небольшой телескоп двухметрового класса. Но он будет в Москве? Нет, он будет тоже на Кавказе, но в другом месте немножко. Телескоп — это такая очень большая, дорогая машина, которая много лет будет работать. И её всё-таки надо ставить в том месте, где чуть утрирует, 365 ясных ночей в году, хорошая атмосфера. Звёздные небы. Да, и поэтому их надо ставить вот в одном из там двух-трёх буквально мест в мире. То есть это или Чили, или Гавайи, или ещё где-то. Поэтому надо или входить в какие-то большие коллаборации, ну или вот ставить свои инструменты на тех площадках, где уже есть инфраструктура, где вот вы не в пустыне начинаете строить что-то новое, а уже есть такая накатанная дорога под всё это. Кстати, дорога тоже очень важна. Провести 10-метровое зеркало в гору дорогу может строить дороже, чем сам телескоп. Поэтому строить телескоп там, где дорога уже есть, это, в общем, большая экономия. Кроме увеличения такого размера, который позволяет какой-нибудь один объект исследовать более детально, люди, наконец, начали более активно продвигаться в сторону таких обзоров неба. Заработала система радиотелескопов LAFAR. Они могут очень быстро строить карту всего неба. Это очень важно, если вы ищете какие-то вспыхивающие объекты. Вот он где-то вспыхнул на небе, и если вы прямо не смотрели в эту точку, то вы всё пропустили. Или вам нужно сразу изучать всё небо. В оптике будет построен в ближайшие годы хороший инструмент, называется ЛССТ. Это очень крупный телескоп, где будет стоять самый дорогой, самый большой фотоаппарат в мире. Там будет стоять камера, которая будет сразу снимать очень большой участок звёздного неба. Ну а дальше важно не просто построить инструмент, охватить большую площадь и сделать новые приборы. Важно информацию обработать. И многие крупные инструменты начинают уже упираться в тот предел, что стоимость компьютеров для обработки данных, которые с них поступают, начинает сравниваться со стоимостью самого телескопа. Люди с этим сталкиваются, например, в ЦЕРНе, в Большом адронном коллайдере. Там тоже очень много данных, и там очень большие компьютерные системы занимаются анализом. Вот астрономы тоже подошли к этому пределу. Это такой новый вызов, связанный просто с развитием компьютерной техники, и с оптимизацией алгоритмов, с которыми работают астрономы. Потому что данных много, непонятно, как их передавать. Вот тут как раз на помощь могут, наверное, прийти любители астронома. Отчасти да, но все-таки, когда основной поток уже как-то упорядочен. Сейчас все больше становится участников проектов, когда большие массивы данных, первичная обработка которых профессионально сделана, но дальше в этом большом массиве нужно искать что-то интересное. Автоматически это сделать хорошо не удается. Есть, конечно, всякие нейронные сети, которые могут чему-то учиться и выделять интересные объекты или типы событий, но пока человек в этом лучше. Поэтому люди, следуя определенным инструкциям, действительно буквально глазом просматривают это и иногда делают интересные открытия. И в этом довольно легко участвовать, помогая тем самым работать с этими огромными массивами данных. Сергей Борисович, мы желаем всяческих успехов новому российскому проекту «Спектр РГ». Будем надеяться, что он все-таки будет запущен в срок в 2014 году. Будем надеяться. Спасибо, что были у нас в гостях. Напомню, что в нашей студии был ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. Вы смотрели программу «Русский космос». Спасибо за внимание и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова